всем привет на моем канале вязание сегодня я снимаю для вас очередной отчет по нашему совместному марафону вязальному называется он завязки организовали мы его совместно с каналом мира check by ссылочку я оставлю и у нас также имеется два спонсора это юлия и магазин товаров для рукоделия майбобин ссылочки тоже все найдете внизу под видео хочу немножко извинить за то что не было отдельно отчета за прошлую неделю здесь уж моя вина не уложилась я немножко по времени но отчет за 8 неделю должен был быть последним во втором этапе то есть этап должен был закончиться и мы должны были огласить промежуточных победителей наших но поскольку так вышло что мы планировали делать этапы с 24 по 24 число и у нас 24 число ноября именно выпало не на воскресенье на середину недели мы решили продлить второй этап и добавить несколько дней и тем самым у нас получилось что у нас 27 ноября было отчетным и в втором этапе было пять недель для вязания и для того чтобы как можно большее количество метров и связать то есть шансы были выше хорошенько поработать на во втором этапе и мы готовы огласить наших победителей и дать отмашку для начала последнего этапа в этом марафоне именно в этом потому что есть у нас новость для тех кто вошел в азарт вот для начала я хочу рассказать о том что у нас в марафоне на сегодняшний день активно принимают участие 42 человека 43 человека у нас в табличке внесены сколько извязал и одна девушка у нас к сожалению уже на протяжении по моему шести недель не выкладывает отчет мы исключаем ее с марафона потому что не видим смысла дальше держать альбом он не пополняется девушка ничего не пишет участница под номером 13 сожалению вы покидаете наш марафон впредь когда будет второй сезон а он будет мы будем немножко жестче эти правила делать для того чтобы не тратить свое время потому что гулять по пустым альбомом очень много времени занимает вот но давайте не будем о плохом кстати да у нас есть новая участница юлия ее номер порядковый номер 21 юлия вступила в нашу банду нашу секту на этой неделе точнее на прошедшей девятой неделе и тоже активно принялась за вязание своих остатков тоже у нее довольно большая запаса ну и давайте я вам расскажу кто чего связал и расскажу наконец-то кто у нас там самый быстровяжущий участник я буду подсматривать конечно же блокнот на сегодняшний день еще хочу сказать такой момент у нас на девятой неделе не выложили отчеты 15 человек то есть у 15 человек у 15 участниц в альбомах пусто и соответственно в табличке 0 в общем-то девочки давайте поднажмите не теряйте азарта тем более что не так давно мы ввели как бы такой небольшой подарок для наших участниц мы разрешили ввести один килограмм новые пряжи правда это нужно было сделать до воскресенья то есть вот в это воскресенье 27 будет последний день для того чтобы загрузить новую пряжу в альбомы практически все девочки добавили себе чего-то новенького кто не добавил были смотивированы тем что у них и так достаточно много запасов вот такие вот дела если говорить о результатом да за восьмую неделю наши участницы связали 14 километров 946 метров это почти 15 километров вы только представьте какая-то длина нити и за девятую неделю у нас связалась чуть-чуть побольше 15 километров 252 метра всего за второй этап то есть за последние пять недель мы извязали всем нашим табором сумасшедшим 75 километров 356 метров и сейчас я вам скажу сколько мы извязали наших запасов пряжи за девять недель то есть это вот с начала марафона два месяца прошло и вот у нас уже есть такое думаю очень весомое количество метров и так за 9 недель мы извязали 143 километра 282 метра это почти 150 километров пряжи вы только представьте сколько нужно было сделать петелек или столбиков до чтобы завязать такое количество пряжи ну девчонки наши стараются стучат спицами молотят крючками и изделия у них вылетает из под инструментов довольно быстро я вам в конце видео обязательно вставлю фотографии но скорее всего вставлю фотографии не все которые были загружены за эти две недели потому что это очень много скорее всего это будут только готовые работы ну или что-то масштабное и интересное ну и сейчас хочу вам объявить наконец-то наших победителей второго этапа единственное что вначале я хочу сказать что мы немножко решили поменять наших спонсоров местами в прошлом этапе за первое место приз вручал магазин мобобин а за второе место юлия илфимова в этом месяце мы решили поменять их местами не потому что там какие-то у нас привилегии или что просто мы посмотрели что равноценные абсолютно подарки и решили для разнообразия изменить наших спонсоров в таком порядке то есть за первое место приз будет вручать юлия илфимова а за второе место приз получит девушка от магазина май бобин и так но я думаю что ни для кого не секрет особенно для девочек которые следят усердно за марафоном смотрит отчеты девочек которые выкладывают регулярно отчеты потому что они связали марафоне для наших участниц которые в чате общаются постоянно так вот ни для кого не секрет что у наша светлана которая заняла второе место в первом этапе и уже получала приз имеет наверное какое-то я не знаю ускорение супер как знаете в играх компьютерных когда можно нажать на кнопочку и у тебя поэтому света у нас в этом этапе тоже молодец и на прям настолько молодец что в этом этапе она заняла первое место давайте поклопаем свете света связала у нас за 5 недель 8 километров 422 метра одна представляете при том что человек практически не вяжет крючком мы знаем всех что крючком пряжи уходит больше света вязала спицами 8 с половиной километров есть к чему стремиться девочки давайте подтягивайтесь поэтому светом эти поздравляем ты хорошо поработала и в этом месяце получила самую большую и сладкую конфетку юля свяжется с тобой обязательно и вы обсудите дальнейшие тонкости и сейчас я хочу сказать кто же у нас занял второе место в прошлом месяце у нас было два лидера явных света и бота и если честно у нас никто не сомневался в марафоне что в этом месяце ничего не изменится снова будет бота в лидерах вместе со светой но вот и случились обстоятельства немножко не способствующие на быстрому вязанию и поэтому у нас во втором этапе новое имя прозвучит и так я хочу вам сказать что второе место во втором этапе и приз от магазина мой бобин получит девушка чей результат во втором этапе за 5 недель составил 5 километров и 340 метров это тоже было все связано с пиццами илза я поздравляю тебя ты получаешь свое законное второе место похлопайте же и сейчас еще хочу сказать про одну участницу она присоединилась на к нам тоже не в начале этапа это тоже участница пришла к нам именно во втором этапе я уж точно не помню на какой неделе но результаты участницы тоже очень хорошая она извязала 5 километров в 27 метров то есть она в принципе это всего-то она 300 метров не догнала илза поэтому девочки дерзайте у нас еще впереди четыре недели думаю что если хорошенько постучать с инструментами то можно еще выйти в лидеры и получить заветные финальные призы ну и по поводу того что у нас третьем этапе ничего не меняется мы так вяжем огромная просьба воскресеньем всем кто участвует еще кто еще с нами не потерялся выкладывать отчеты пожалуйста не оттягивайте не нужно делать так что вы вязали вязали месяц не выкладывали а потом все вместе с копом получается вроде как не очень честно поэтому даже если у вас там 10 метров пряжи ну что вам стоит сфотографировать это ваши изделия и выложить в альбом вот надеемся на понимание и что еще хотела сказать поскольку у нас там выпадает 24 декабря не помню на какой день в общем-то но это будут праздники да то есть это праздничный день рождество у нас будет на носу то точный день когда мы будем принимать отчеты скорее всего это будет несколько дней потому что я знаю что некоторые на рождество уезжает куда-то к родителям не всегда есть интернет скорее всего для третьего этапа мы сделаем период для отчета в несколько дней в два-три дня в инстаграме особенно в инстаграме мы об этом вам сообщим так что следите обязательно за новостями группы мы кстати немножко запустили сырой но где уж там все успеешь и еще хотела бы сказать про инстаграм вчера я делала замечание одной из наших участниц было не очень приятно девочки есть правило и они обязательны для всех есть у нас участницы у которых нет инстаграма причине что допустим телефон не поддерживает но не все ходят с андроидами не всем это удобно поэтому те участницы у которых на самом деле нету профиля в инстаграм за тех участниц мысли в ответе поэтому обязательное условие дублировать фотографии в инстаграм скорее даже instagram в первую очередь а вконтакте уже для нас для того чтобы было удобно считать не игнорируйте пожалуйста правило это не очень красиво и не очень честно поставить по отношению к остальным участницам вроде бы все сказала для тех кто недавно к нам присоединился хочу сказать что внизу под видео вы также найдете все хэштеги нашего марафона по которым можно будет пройти и понаблюдать за тем что вяжет наши участницы и что они уже связали поэтому обязательно нажимайте внизу под видео на кнопочку еще там будет вся информация можно неплохо провести время в перерывах между вязанием ну и спасибо вам большое за просмотр увидимся в следующих отчетах и пока пока и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон